Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. У меня есть сестра старше меня на 7 лет, мне 27, у нее есть семья, любимая работа, у нее все хорошо. У меня наоборот есть дочь, но семью я сама разрушил. Я долгое время жила с папой, сестра рано вышла замуж, она была больше с подругами, а я родителям помогала. На моих глазах я видел и слышал, как родители ругались между собой, но они уже разошлись 4 года назад. Теперь его новая жена против меня его настраивает, а сейчас вообще караул, она здесь лезет. В данный момент у моей сестра с папой не общается, папа считает ее врагом, маму нашу тоже. Папа меня очень любит устать отношения, проще говоря, энергетический вампир. Как не приду, он затевает ссору. Сегодня пыталась сказать о своих чувствах, но он меня унизил, оскорбил при дочери, не присутился ко мне, он не считается с моими чувствами и моим мнением. С мужчиной, отцом, дочерью, у меня сложные отношения, хочется все исправить, но не знаю как, мы так разругались, что он не хочет видеть дочери за меня и не помогать финансово. Я сегодня осознала, что мне в детстве не хватало папиной моральной поддержки, папиного тепла и папиной любви. Я отношения разрушила с мужчиной, и как исправить, не знаю, мстителей войны устраивать не хочу. Хочу мирно все решить, но не получается, и он тоже уже морально устал и не хочет. Как исправить ситуацию? Аноним, вот у меня возникло такое ощущение, да, что вы, кто вот всего в одну кучу свалили, да, вот, и сестра у вас здесь, и родители у вас здесь, и ваши отношения с бывшим, я так понимаю, да, бывшим мужем, вот, и вы говорите, исправить ситуацию, вот, но какую именно ситуацию вы хотите исправлять? Отношения с папой вы хотите исправлять? Отношения с своим мужчиной вы хотите исправлять? Или вы хотите как-то вот с сестрой отношения исправить? То есть, я не очень, честно говоря, вот, пока что вообще понимаю, да, чего вы хотите, в общем, в общем, вот. Вы говорите о том, что ваш отец вас унизил, не прислушался к вам и так далее. Безусловно, эта ситуация неприятна, конечно, вот, ну, безусловно, ситуация неприятна. Но здесь с точки зрения психологии бросается в глаза больше скорее то, что, как вы сами сказали, вам не хватает, значит, отцовской любви. Это первое. И второе, это то, что у меня возникло ощущение, что вы как будто бы чересчур сильно привязаны к своим родителям, к сестре. Вот. С сестрой вы себя сравниваете, как мне показалось. Вот. И, на мой взгляд, решать нужно вот в первую очередь вот эту проблему, как мне кажется. А уже потом, собственно, все остальное. Ну вот. То есть, я бы сделал акцент на этом, пожалуй. Я бы сделал акцент на том, что вы не чувствуете себя как будто бы самостоятельно. Вот. И как будто бы зависите очень сильно от других людей. Вы даже говорите, что вот, папа у меня, то есть, как бы, ну, предполагается, да, что у вас вот отец. То есть, как бы, ну, не у вас. Он самостоятельный. Он обособленный. И вы их тоже обособлены. А вы себя, по моим ощущениям, да, так не чувствуете. Вот. И, на мой взгляд, это основная проблема. Следующая проблема, это то, что вы говорите, что хотите исправить. Ситуацию хотите с отцом, ребенка, отношения восстановить. Вот. И для этого, мне кажется, нужно увидеть ваш вклад в... ссору, которую, которая с вами произошла, когда вы говорите, что разругались, вы, вы вносите, ну, вы вносили в это свой вклад какой-то в то, что вы разругались. И, на мой взгляд, увидеть этот вклад и таким образом заметить те вещи, которых вы сейчас не замечаете, например, свои желания, например, свои потребности, например, какие-то компенсаторные механизмы, которые могут влиять на ваше поведение и, соответственно, подкорректировать его, очень важно. Без этого вы ситуацию, скорее всего, не измените. Вот. Дальше вы говорите про то, что вам не хватило папиной любви, тепла и поддержки. Вот. Вот. И это, на мой взгляд, соотносится с тем, что вы пишете о большом времяпровождении с родителями. То есть, сестра гуляла, вы были родителями, вы были с родителями и помогали им. Такое ощущение, что здесь у вас есть ожидания не совсем адекватные от своего отца. Вы говорите, что вот он вас в ней заоскорбил, да? Вот. Но, мне кажется, он это делал не в первый раз. Мне кажется, что каждый раз вы как бы ждете, что человек изменится. Мне кажется, что каждый раз вы ожидаете, что человек будет вести себя по-другому. Вот. А по большому счету нет, этого не происходит. И каждый раз, мне кажется, вы оказываетесь, остаётесь по большому счёту разочарованы. Вот. И, на мой взгляд, это является одним, одной из основных причин вашей, вот, боли. То есть вы говорите, вот, мне не хватает, там, папиной любви и поддержки, вот. А как именно эта нехватка чувствуется, понимаете? То есть вы же как-то понимаете, что вам именно не хватает. А как вы к этому приходите? На самом деле приходите к этому несколькими путями, вот, и, ну, на самом деле пути разные, да, но почти всегда происходит какое-то игнорирование себя, своей ценности, своей активности, своей власти над собственной жизнью. То есть, о чем мы, по сути, говорим. Когда у меня есть некоторые ожидания от вас, вот, я для простоты буду говорить от тебя. Когда у меня есть некоторые ожидания от тебя, я жду чего-то от тебя, да, вот, то я большую часть своей энергии перенаправляю тебе, потому что я от тебя чего-то жду, и за счет тебя я пытаюсь, как бы, вот, ну, более-менее находиться в таком гомеостазе, то есть равновесии. Что происходит? Происходит то, что за счет этих ожиданий, во-первых, у меня формируется неадекватная, неадаптивная к реальности картина мира, восприятия себя и окружающих, а с другой стороны, я таким образом, как бы, передаю тебе власть над своей жизнью, потому что от твоих действий зависит то, будет ли мне хорошо или нет. Здесь важно понимать, что все мы так или иначе от людей зависимы, так или иначе все, но все же зависимость у вас очевидно явно больше, чем это вот, ну, как бы, ну, в норме, вот. То есть, это как раз все проявляется ваше зависимость, вот здесь. Соответственно, соответственно. На это вам нужно в первую очередь обратить свое, как мне кажется, внимание, Вот, чтобы больше иметь контроль над своей жизнью, чтобы больше иметь власть над своей жизнью. Вот, примерно так. Когда вы будете, грубо говоря, обладать, так скажем, больше властью над своей жизнью, вот, когда вы будете обладать больше властью над своей жизнью, то вам будет, ну, естественно, проще действовать, да, проще, чем, там, ну, грубо говоря, чем сейчас. Вот. Потому что, больше от вас именно будет зависеть, как повернётся и как будет развиваться ваша жизнь. Вот. А сейчас, если вас, вот, так скажем, ну, послушать, да, вот, вот, то получается, что, как будто бы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ очень тревожно для вас и болезненно, вот, что в принципе мне кажется нормально, вполне, да, ну то есть вполне адекватно. И, соответственно, я бы предложил вам начинать работу свою, именно с этого, с обретением больше власть на своей, вот, потому что мне кажется, что пока этого у вас не будет, вы не будете чувствовать себя, себя полноценный, вот, вы не будете чувствовать себя, себя уверенный, вот, вы будете чувствовать себя хуже других людей, вот, и будете, вероятно, сравнивать себя с ними, вот. Что, опять же, повторюсь, как бы, ну, ничего хорошего вам не даст, ну, на мой, по крайней мере, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот, соответственно, то, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание здесь, именно. У вас, на самом деле, много болей, ну, такой непрожитых болей, много, у вас, на самом деле, много чувств, которые вы, вероятно, подавляете. И К, которые по этой причине не привыкли прислушиваться другие люди, потому что вы их подавляете. И, соответственно, вам нужно научиться не ждать, что вас услышат, а вам нужно научиться самой, а не заявлять. А так получается, что, может быть, вы впервые заговорили, допустим, о своих чувствах, впервые, вы впервые заговорили о них. Вот, конечно, люди, в частности, ваш отец, оказались к этому элементарно просто вот не готовы, да, оказались просто к этому вот не готовы, не готовы. Ну вот, потому что никогда не говорили, или говорили, но очень, так вот, так вот, скажем, неуверенно, да, а тут вдруг начали, как бы, об этом говорить. Конечно, ну, конечно, это вызывает определенную дихотомию, да, и желание вас подать. Кроме того, вы сами, как бы, говорите, что отец ваш, это энергетический, соответственно, вампир, и, естественно, что он, там, не очень такой эмпатичный, так сказать. Вот, поэтому, мне кажется, что, вот, поработать с вашими ожиданиями, крайне важно, вот, там, потому что, на мой взгляд, именно ожидания вам больше всего мешают, вот, а дальше уже смотреть, как бы, по ситуации, дальше уже смотреть, именно, вот, на то, да, чего вы хотите, и на то, что вам, ну, важно, что вам ценно, да, и так далее, вот. Сейчас, ну, вот, у меня нет такого ощущения, что вы сами, вот, как-то, как-то, в этом, а, себе отдаете отчет, вот, ну, у меня нет такого ощущения сейчас, но вот, простите. Вот, поэтому я бы здесь, конечно, вот, наверное, именно так было ответил. Вот. То есть, конечно, а, конечно, да, безусловно, к вам есть, ну, есть сочувствие, безусловно, вам сочувствовать, это правда, вам действительно сочувствовать, вот, но вопрос заключается в том, а что делать дальше, как бы, то есть, ну, хорошо, вот, мы вам, условно говоря, сочувствовали, а дальше, что делать, как бы, ну, вот, поэтому это, мне кажется, очень важный момент, на который вам нужно самой тоже ответить, вот. Чтобы ситуацию исправить, вот так вот, как вот, вы, ну, как вот вы говорите, да, нужно иметь в виду множество факторов, начиная от особенностей вашего мужчины, да, вот, у которого, ну, я надеюсь, вы понимаете, есть особенности свои, безусловно, то есть, у него есть свои индивидуальные особенности, которые нужно учитывать, которые необходимо учитывать, если мы хотим, как бы, ну, отношения там, условно, говоря, с ним наладить, вот, то есть, нужно учитывать особенности человека, так вот, то этого, наверное, не получится, вот, ну, в принципе, примерно такой, наверное, ответ я и могу вам сейчас, да. Ну, и сестра, сестра, совершенно очевидно, что вы себя с ней сравниваете, вот, совершенно очевидно, что как-то вы, мне показалось, по крайней мере, что сестре вы завидуете, вот, я, понятное дело, могу ошибаться, могу быть не прав, вот здесь, ну, а мне показалось, что, что вы завидуете сестре, вот, как-то, вот, вы начинаете свой рассказ именно с нее, вот, с описания именно сестры, ну, это не просто так, то есть, вроде бы, вы говорите здесь, вроде бы, вы говорите про отца, про свою дочь, вот, но, тем не менее, тем не менее, мне кажется, что, вот, сестра имеет достаточно большое значение, хотя, может быть, вы запрещаете себе признавать, что, что вы ей завидуете. Ну, лучше, лучше это признать, потому что, если вы это признаете, то у вас появится шанс, у вас появится возможность двигаться дальше по жизни, у вас появится возможность черпать из этого ресурс, вот. Ну, и, последнее, наверное, на чем бы я хотел остановиться, вот, это на травмах, то есть, вот, у вас, на мой взгляд, много есть травм, ну, вот, это и ссоры родителей, это и их расставание, это и расставание с молодым человеком, вот, это и, соответственно, с ссора с ним, вот, это и, ну, возможно, взаимоотношения с взаимоотношения с дочерью, тоже самое, то есть, тут все вот это вот может быть очень драматично для вас, и, соответственно, пока эти травмы имеют место быть, пока они на вас, вот, так скажем, влияют, да, вот, и влияют они на вас, судя по описанию, достаточно сильно, вот, вам также будет сложновато двигаться вперед, вот, ну, просто, просто, опять же, вот, потому что, знаешь, потому что вас это будет тянуть назад и не позволять, ну, наслаждаться, так скажем, своей жизнью, не позволять наслаждаться тем, что вам, ну, вот, комфортно, важно и удобно, вот, хоть как-то так. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи!